К 70-летию Великой Победы сквер боевой славы кардинально преобразился. Появились новые газоны с системой автоматического полива, высажены деревья и цветы. Однако некоторые жители города наплевательски относятся и к ветеранам, для которых обновленный сквер стал подарком к юбилею, и к труду своих же земляков. В работах по благоустройству принимали участие городские службы, общественники, молодежные активисты и сами ветераны. Но чистота – это забота не только администрации курорта. Сами жители должны беречь свой город. Сами отдыхающие, во-первых, на этой территории, я имею в виду, должны следить. Ну а кто еще? Для того, чтобы соблюдалась чистота, должны работать соответствующие службы, конечно, у кого стоит обязанность перед этим. Ну и сами граждане, конечно, не должны сорить, а бросать мусор в соответствующие урны. То есть должна быть какая-то такая ответственность гражданская. Считаю, что сами граждане не бросать, потому что идешь, бутылки брошены, что съел – бросил. Конечно, все зависит от жителей. Однако на деле не все так красиво складывается. Нерадивые водители организовали для себя парковку прямо на газоне. В конце октября сотрудниками управления муниципального контроля проводились рейды по выявлению и пресечению подобных вопиющих нарушений. За несколько дней было составлено четыре протокола на автолюбителей, уверенных, что лучше места, чем газон, для парковки не найти. Если убеждение не действует и совесть спит, значит, придется заплатить штраф. И чтобы на будущее исключить такие нарушения, в сквере начались работы по укладке нового бордюрного камня. Высокий поребрик не позволит заехать машинам на газон. Кроме того, в планах – досыпка грунта в зеленой зоне и посадка новых деревьев. И пока одни делают город чище и краше, другие, не задумываясь, сделанное портят. Может, пора изменить личное отношение к общественному? Ведь город – он один на всех, и от каждого жителя зависит его облик и процветание.